привет всем с вами ричи и наверное многие помнят что года два-три тому назад на рынке очень была популярна такая вещь как антистрессовая раскраска где там знаете много рисунков мелких деталей и на самом деле дерьмо это не антистрессовая раскраска потому что эта раскраска у меня вызывало желание просто выйти в окно и тупо потому что там слишком много мелких деталей хотя вы знаете мнение разнятся и может кому-то она реально помогает успокоиться но фотошопе появился новый инструмент который вызвал у меня залипание часа на пол и я реально там знаете можно успокаиваться никакие раскраски не нужны достаточно иметь фотошоп мышку или графический планшет и все вы будете уже сидеть залипать короче объясняю фотошопе 2019 года появился новый инструмент симметрии то есть я заранее создала обычный новый файл то есть новое изображение залила его черным цветом неважно тут реально неважно какого у вас размера изображения какая там заливка на фоне доход градиент ну короче создаем новый слой будем рисовать на новом слое активируем на панели инструментов инструмент кисть и здесь у нас вверху появляется вот такая вот иконка бабочки здесь очень много настроек там типа допустим вот вертикальная берем значит кисть начинаем рисовать и она вам создает идеальную симметрию то есть все линии идут симметрично друг другу но мы то с вами сегодня будем рассматривать мандала или мандала господи простите меня пожалуйста если я что-то неправильно сказала и мне может итак смотрите а выбираем последний вариант далее здесь у нас выставляется количество сегментов то есть минимум три максимум это 10 я выставлю пожалуй 5 соглашаемся со всем берем кисть любого цвета который вы только хотите и вообще не важно и начинаем рисовать неважно где вы начнете рисовать например вы здесь посередине или вы начнете рисовать серединке то есть видите да она я делаю рандомные маски кистью и все и когда я делаю их рандомно она мне создает симметрию если я даже просто допустим мне вот лень до в риса вырисовывать какие-то линии вы можете просто взять в любое место и начать рандомного так рисовать то есть все достаточно таки просто не обязательно выбирать кисти и стандартных вы можете выбрать любую кисть давайте возьмем например с вами кисть дыма то есть вот видите она вам будет создавать симметрично рисунок из любой кисти вот просто из любой давайте прям спейсинг и еще раз то есть например вы можете создать что-то подобное да и на новом слое вы можете выбрать совершенно другой цвет поставить допустим стандартную кисть снова и на вот этом вот фоне уже что-то рисовать то есть понимаете здесь полет вашей фантазии то есть достаточно иметь реально мышку графический планшет или ну что-то из этого да и если вот я знаю людей которые говорят мне ничего не получается потому что у меня нет графического планшета вот этот случай явно не про этот инструмент я говорю вы можете вот создавать вообще рандомно эти маски и у вас уже будет выходить какой-то рисунок то есть блин вы можете применять и к вашему слою например тоже свечение 2 клика до свечения то есть здесь на все полет вашей фантазии вот просто но это реально очень залипательная тема и я думаю что с помощью этого инструмента можно создавать какие-то например текстуры то есть ну вообще используют только так как позволит ваша фантазия поэтому ребятки пользуйтесь на здоровье мы с вами его рассмотрели пытайтесь а я надеюсь вам был полезен этот урок я знаю я начала медленно говорить потому что я начала залипать я не могу с этим ничего поделать с вами была ричи всем до скорых встреч пока